Альтер-эго для уже известного выполнения – это такая себе маска зоро. Одягнув и вытворяешь все, что души заманется. А в случае, если это не принесет желающего успеха, можно всегда заехать на эксперимент. Могляв, я тут не до чего, все-все мое альтер-эго, а я и так крутой. Ну а бывает и такое, когда альтер-эго становится популярнее своего хозяина. И тогда всем приходится доказывать, что ты не промах. Вот, например, Юрий Каплан и его второе «Я» – Валентин Стрикало. Наш интервью с музыкантом продолжает поп-конвейер. Психологи называют альтер-эго тінью личности. Однако, некоторые знаменитосты смогли довести, что их другий «Я» может не только ховаться где-то в закутках свидетельств, а и стать не менее популярным за своего владения. Вот, например, Валентин Стрикало – диваковать мужчина, который своими видеороликами сделан гвалт в интернете и, добряче, заехал по самолюбству багатьох зірок. Насправді, Стрикало – это выгаданный персонаж музыканта. На имя Юрий Каплан. Я – Валентин Стрикало. Весело Брильцево, что в Житомирской области. Это раньше он был космическим хлопцем у картати сорочи с гитарой в руках. Сейчас Юрий Каплан взял гору над своим альтер-эго, перетворился на кумира студентов и собирал полные зали на концертах. Вот так «Другий Я» стало визитной карткой и помогло музыканту потрапить у вир витчизненного шоу-биза. И не плутайте, Валентин Стрикало – это название гурта Юрия Каплана. Это все было сделано просто ради шутки. Жарти жартами, а мільйонні перегляди на Ютуб змушують всерьез задуматись. Постає запитання. Невже посередній вокал і простувата зовнішність – це те, що потрібно юним слухачам? Навіть сам музикант називає свій дебютний альбом «Вінегретом» через відсутність єдиного жанру. Хоча назва платівки «Смірісь і розслабся» говорить сама за себе. Людям нормальне, я обратив внимание, ніхто по цьому поводу не париться. Но мне что-то странное это слушать, я не знаю. Хай там як, але музичный продукт співака доволі непогано перетравлюється слухачами. Нет, у меня нет музыкального образования, я там сам научился играть на гитаре и, типа, ну, подбирал просто любимые песни свои, вот, и играл их. До речі, перший гонорар Юрія був зовсім скромний за мірками сучасного шоу-бізу. Меня пригласили на вечеринку Днепропетровского комедии. И мне дали 300 гривен, по-моему. Ну, это было приятно. Поел и поехал домой на эти деньги. Скільки заробляет сьогодні, музикант не зізнається. Однак, схоже на те, що за кермо оспіваного ним Каєна, він вмоститься не скоро. На Каєні все в Габані, по Житоміру ганяю, ганяю. Хожу пішком. Хожу. Больше нравится пішком. Сьогодні лідер гурту Валентин Стрикало може похизуватися купою шанувальників із щільним гастрольним графіком. Йому до снаги конкурувати у популярності з тими, кому свого часу він присвячував нашумілі відеозвернення. Як бачимо, для того, щоб стати зіркою, не потрібно багато грошей. Або ж знаного продюсера. Варто лише мати вдома інтернет, відеокамеру і ладнати зі свим другим я. А, і про кмітливість забули. Треба ж все це зібрати докупи і вдало застосувати. Дякую!